Для автолюбителя, о котором сейчас пойдет речь, городские ямы не страшны. Техника, которую он управляет, может проехать там, где дорог в принципе нет. Как и обещали, мы подготовили материал о местном кулебине, который переделал военный БРДМ-2 для поездок на природу. О том, как создавали железного зверя, прямо сейчас. БРДМ-2. Бронированная разведывательно-дозорная машина. Иными словами, вездеход для езды по бездорожью. Его выпускали в СССР с 1963 года. Кроме основного полноприводного шасси в средней части корпуса, расположены специальные катки, которые позволяют преодолевать глубокие рвы и траншеи. Именно такой раритет хотел Владимир. Увидел в продаже БРДМ и принял вызов. Купил военную технику за 500 тысяч рублей и еще почти столько же вложил. Своими руками переделал вездеход и даже поставил на учет в ГИБДД. Все, больше ничего не надо. Все радиаторы сверху. Интеркулер для турбины. То есть мотор уже идет Евро-2. Хороший. Как вы видите, долезть везде можно, все поменять, все обслужить. Его родной мотор, когда стоял, было не очень удобно в моторный цех залазить и что-либо делать. Тут делать ничего не приходится, но все равно очень приятно, когда можно везде подлезть. Изначально мотор был вот здесь. Мы пожертвовали водометом для установки дизельного двигателя. Но так как мы плавать не собираемся, все остается на своих местах. Пришлось вырезать крышу, снимать люки, дополнительные люки вырезать, устанавливать, обваривать и, собственно, все это скрестить. Теперь здесь стоит тракторный движок. Он, по словам Владимира, мощнее приемистей своего предшественника. Из-за тяжести мотора, а это ни много ни мало, полтонны, с установкой возникли сложности. Разрешили проблему при помощи манипуляторам. Салон тоже изменился. Металл аккуратно обшили для удобства пассажиров. Кстати, о комфорте. Здесь вполне возможно жить как минимум неделю. Главное – запастись едой. А тепло даст автономный обогреватель, который работает на дизельном топливе. Энергия обеспечит два аккумулятора по 190 ампер. Поехали? Поехали. Включим фары. Отлично. Что касается комфорта в движении, это вопрос спорный. Наверное, смотря с чем сравнивать. Но вести съемку привыкшему к обычным машинам-видеооператору было крайне сложно. Мы выйдем на что-нибудь поровнее. Мы выйдем на что-нибудь поровнее. Дорога нам нужно доехать. Это я вам просто показываю, как здесь мягко. Никакая иномарка не сравнится. Это просто чудо конструкторской мысли советских инженеров. Понятно, что железный зверь не для городских улиц. Но согласитесь, проезжая по Новороссийской или Тургенево на этой машине, о ремонте подвески как-то не задумываешься. Эта техника отлично подходит для бездорожья. Там, где обычные внедорожники увязнут на раз-два. Раньше Владимир частенько приходил на помощь таким бедолагам на своем УАЗике. Но теперь быть спасателем гораздо проще. Тюнинг машины занял чуть больше трех месяцев. Остались последние штрихи. Главное успеть к 9 мая, говорит Владимир, чтобы на новом вездеходе вместе с товарищами отправиться по местам боевой славы. Почтить память воинов, которые, не жалея жизни, защищали родную землю. Такой рейд памяти уже традиция. Конечно, у всех дедушки и бабушки были. Все воевали. Всем эта память дорога очень. Немногие дошли. Все помнят, все любят. Все гордятся. Гордость за предков Владимира в крови. Его назвали в честь дедушки и участника войны Владимира Дружко. С боями он прошел до Польши и вернулся домой с орденом Отечественной войны первой степени и медалью за отвагу. Внук говорит, автопробег на ретро-вездеходе, дань памяти деду и еще миллионам бойцов, которые четыре года на танках, вездеходах и даже ползком шли до Берлина и в мае 45-го водрузили знамя победы над Рейстагом. Субтитры создавал DimaTorzok